Успехи в социально-экономической сфере, расширение торгово-экономического сотрудничества с различными странами, благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций на внутренний рынок, значительные достижения и во внешней политике. Всего этого Азербайджану удалось достичь под мудрым руководством президента Ильхама Алиева. Все это говорит о том, что в первую очередь в политике президента Ильхама Алиева во главе угла стоит гражданин Азербайджана. И все, что не делается, делается на благо азербайджанцев, на благо граждан Азербайджана. За время президентства Ильхама Алиева Азербайджан стал лидером геополитических и геоэкономических процессов на Южном Кавказе, повысил свой экономический потенциал, увеличил роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В то же время в Азербайджане предпринимаются усилия по развитию ненефтяного сектора, вкладываются инвестиции в развитие человеческого капитала. По инициативе Ильхама Алиева не раз проводились значимые международные мероприятия. Одно из них – специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная проблеме глобального масштаба, борьбе с пандемией COVID-19. Встреча состоялась на уровне глав государств и правительств. Азербайджан стал уже в ряд выдающихся стран, которые не просто добились успеха, а которые смогли за эти последние годы развить свою экономику, необычайно развить свою армию, пополнить ее новыми вооружениями, которые сейчас изучаются во многих генштабах всего мира. И я думаю, что успехи Азербайджана настолько очевидны, насколько очевидны успехи и нашего президента. Фундамент и первые этапы построения современного Азербайджана были еще заложены Гейдаром Алиевом. И сегодня Ильхам Алиев продолжает начать в другой форме, в период других вызовов. Однако же вклад в развитие современного Азербайджана – это не только вклад в сегодняшний Азербайджан, это вклад в будущее, в завтрашнее Азербайджан. Все эти экономические достижения, различные проекты, как и региональные, так и мировые, и участие Азербайджана в этих проектах, достойное участие Азербайджана в этих проектах, безусловно, заложило фундамент для возможности вернуть земли, которые находились под оккупацией около 30 лет. Благодаря непоколебимой воле, грамотно выстроенной внешней и внутренней политике, Ильхам Алиев сумел восстановить историческую справедливость. Доблестная азербайджанская армия за 44 дня Отечественной войны освободила земли своей родины от армянских оккупантов. «Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу. Это великая победа. Сегодня души наших героев, душа великого лидера, возрадовались. Поздравляем, Азербайджан! Поздравляем азербайджанцев мира!» Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт был разрешен военно-политическим путем. 10 ноября 2020 года подписано историческое соглашение между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. Согласно заявлению, Кельбаджарские, Ахдамские и Лачинские районы были возвращены Азербайджану без единого выстрела. Нагорно-Карабахский армяно-азербайджанский конфликт – один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии. И то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием. Историческим событием, в первую очередь, для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации. Также это торжество норм и принципов международного права, имплементация резолюции Совета Безопасности ООН, которые оставались, к сожалению, на бумаге долгое время. Сегодня с чувством большой гордости азербайджанский народ может сказать. Физули наш, Джабраил наш, Зянгелан наш, Губадлы наш, Ахдам наш, Лачин наш, Кельбаджар наш, Шуша наша, Карабах наш. Карабах – это Азербайджан. Эльнар Алиева, Сибиси. Азербайджан.